Девушки отдыхают При жизни вы слышали одно из следующих утверждений. Рождество — это время, чтобы давать... Я даже не прошу вас поднять руки. Магия Рождества. Рождественские чудеса. Это еще не все утверждения. В рождественский сезон мы видим удивительные перемены. Люди, которых трудно поднять с дивана. Люди, которые по жизни очень скупые, как мистер Скрудж. Те, кто не задумываются о том, что Божие вдруг в период Рождества сильно меняются. Они вдруг становятся щедрыми, открытыми, внимательными к другим людям и даже способны немного пожертвовать. И этот небольшой период времени все вокруг только и говорит, что о духе Рождества. И мы с вами сегодня поговорим о том, что значит дух Рождества. Но для тех из нас, кто знают и любят Иисуса, дух Рождества присутствует круглые сутки и круглый год. Скажите, почему? Потому что мы не понаслышке знаем, что Бог возлюбил, и поэтому Он отдал. Мы знаем из первых рук о неописуемой любви и самопожертвовании нашего Бога. Потому что до того, как Христос пришел в нашу жизнь, мы были грешными людьми и вообще не могли понять, как кто-то может нас так сильно любить. И поэтому Иисус сказал, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». Вне зависимости от того, понимает это весь остальной мир или нет, я знаю, что мы понимаем. Мы знаем, что такое дух Рождества, почему это время отдавать, почему это время чудес. Для тех, кто знает и любит Иисуса, каждый день — это день Рождества. Мы каждый день просыпаемся и открываем не коробку с подарками, но книгу. Мы каждый день таким образом получаем подарок от Бога. Каждый день, когда мы просыпаемся, Дух Святой напоминает нам о даре, что нам дан. Потому что так Бог возлюбил, что отдал. Каждый раз Слово Божие напоминает нам, что Божья любовь не частичная. Это несиуминутная страсть. Его любовь постоянная, и она навсегда. Его любовь вечная. Ирония Рождества заключается в том, что зачастую тот, чей день рождения мы празднуем, остается где-то в стороне, в то время как мы раздаем друг другу дорогие подарки. К тому же, к этой иронии можно добавить тот факт, кто в сезон, когда мы радуемся Божьему дару спасения, огромное количество людей сидят дома в одиночестве, им тоскливо, и они страдают депрессией. Это просто ужасно. Главная причина этого в том, что наша светская культура рекламирует этот сезон как сезон тепла и семейности. И они поставили планку, превышающую реальность. И поэтому люди не замечают сути праздника того, что сделал Бог для нас. На самом деле, если подытожить то, что сказано в Библии, если подытожить всю христианскую веру, то остается главное. Ибо так возлюбил Бог, что отдал так много. Это возможно жертвовать, давать без любви, но невозможно любить и при этом не жертвовать, не отдавать. На самом деле, чем больше ты любишь, тем больше ты отдаешь. Ваш уровень любви является барометром вашего уровня жертвенности. Я имею в виду не только материальные вещи, но жертвенность в целом. Для тех из нас, кто является получателями удивительного дара Божьего, дара спасения, удивительного дара милости и прощения всех наших грехов, удивительной благодати, которая обещает нам вечную жизнь, нет другого варианта, как отдать себя Богу с благодарностью. Этим мы не отплатим Богу за то, что Он нам дал. Мы за 20 тысяч жизней не расплатились бы. Мы жертвуем с благодарностью, сердечно благодаря Богу. Мы должны подражать Богу в щедрости и жертвенности. Мы должны следовать Его примеру. Мы должны подражать Его жертвенной любви каждый день. Но из-за влияния светской культуры, даже на христиан, на воцерковленных людей, как только ты начинаешь говорить о жертвенности, о том, чтобы жертвовать с любовью, люди тут же обороняются. О, он собирается проповедовать о деньгах? О пожертвовании? Расслабьтесь. Я соберу ваши кошельки только в конце служения. Но хочу со всей серьезностью сказать, что жертвенность по принуждению не является частью христианской жизни. Жертва по принуждению не имеет ничего общего с христианством. Почему? Потому что когда Бог нам дает, Он не делает и никогда не делал это по принуждению. Поэтому самый известный стих из Библии настолько известный, что мы порой видим его на спортивных стадионах, на автомобильных наклейках и даже на футболках. Этот стих стал настолько всем знакомым, что он потихоньку становится банальностью. Но сегодня я хочу со всей серьезностью взглянуть на самое чистое краткое изложение христианской веры и того, что оно из себя представляет. Самое чистое изложение того, для чего Иисус пришел в этот мир. Кстати, ни в какой другой религии вы не найдете такого утверждения. Только в Евангелии от Иоанна 3 главе 16 стихе. Только здесь. Наш Бог, любящий, Он Бог жертвенный. Он тот, кто отдал себя. Он снизошел к нам с небес. Он протянул к нам свою руку в любви. На этом и основывается вся христианская вера. Я хочу поделить Иоанна 3, 16 на три части. Пожалуйста, следите за моей мыслью. Жертвенность — это Божия природа. Любить — это Божия сущность. Наше спасение — это Божие желание. Он этого жаждет всем сердцем. Жертвовать и давать — это Божия природа. Библия говорит, что от чистоты своей любви Он отдал. А что Он отдал? Частичку себя? Десять процентов от себя? Один день из своего занятого графика? Или пару часов в день? Что отдал Бог? Какую-то жалкую подачку? Передавил то, что Ему самому не нужно и даром? Ему столько всего надарили, что Он решил один подарок отдать назад. Послушайте меня, Бог возлюбил и отдал все, что у Него было. На самом деле у Него больше ничего и не оставалось, когда Он отдал Своего Сына Иисуса. Когда мы с вами жертвуем Богу, мы можем дать Ему много. Но мы также имеем массу разных ответственностей. Нам еще нужно позаботиться о нашей семье, о текущих нуждах семьи. Мы должны покрыться нуждой на каждый день, поэтому нам нужно четко распланировать бюджет. Но за последние 40 лет моя семья, к примеру, может сказать, что когда мы приносим Богу от первых плодов, когда мы щедро сеем в Его Царство, мы имеем больше, чем нам нужно. Мы имеем избыток. Но когда Бог отдал Своего Единородного Сына, почему? Потому что жертвовать и отдавать — это Его природа. сердце Рождества не в фразе Санты «Йо-хо-хо», не в разного рода увеселении. Центр рождественского послания в том, что Бог отдал все, что у него было. Кто-то скажет, что Майкл против подарков, что я не поддерживаю традицию дарить и получать подарки на Рождество. Это не так. Я не имею ничего против подарков. Мы можем их дарить и получать. С этим все в порядке. Но мы не должны забывать личности, день рождения, который мы празднуем. Иисус не должен оставаться в стороне, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Итак, жертвовать — это Его природа. И второе — любить — это Его сущность. Понимаете, когда Библия говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного», Иисус говорил и о людях, исполненных враждебности и ненависти друг к другу, о людях гордых и надменных, о людях самодовольных, о тех, кому наплевать на самого Бога, их интересует только Его благословение. Он говорил о людях, которые не имеют сердца благодарности Богу, которые, как и я, в свое время отворачивались от Бога и не хотят ничего о Нем слышать, о людях, которые пренебрегли Его любовью, потому что Он не дал им то, что они требовали, о людях, выбравших поклонение Его дарам, а не Ему самому. Я тоже был таким человеком, и вы тоже. И когда мы еще были непослушными грешниками, Христос умер за нас, ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного. Пожалуйста, послушайте. В нас не было ничего такого особенного, ничего, что привлекало бы Его к нам, ничего, что бы заставило Его нас любить. Но послушайте. Бог настолько полон любви, что любовь — это то, что Он делает по максимуму. И Он совершил величайший акт любви ко всему человечеству. Его Единородный Сын — это величайший дар для нас. дабы всякий. Это приглашение имеет широкий спектр. Всякий верующий. Нужно просто уверовать в Него. Величайшую личность. И далее сказано «не погиб». Величайшее избавление. Но имел величайшую уверенность. Жизнь вечную. Величайшее сокровище. Аминь и аминь. Благодарите за это Бога. Вопрос, откуда приходит эта невероятная и столь непонятная нам любовь. Прославьте Его. Так откуда же приходит эта любовь? Она ведь сможет прийти к нам только от Бога. Бог любит, потому что любить — это Его природа. Это Его сущность. Божья любовь струится из-под вечного Божьего престола. Она разливается обильными потоками и протекает вечность. Нет возможности каким-то образом сосчитать и выразить в цифрах количества Божьей любви. И поэтому Дух Святой, который предоставил нам Писание, Дух Божий использовал такое маленькое, но важное слово. Это слово «так». Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал самый великий и самый потрясающий дар из всех. Послушайте меня, возлюбленная. Его любовь побудила его сделать невообразимым. Его любовь побудила его сделать невозможным. Его любовь побудила его сделать то, что нам так тяжело понять и осознать. Кто много любит, тот много жертвует и отдает. Любовь можно измерить лишь уровнем жертвы, уровнем самоотречения, которое включено в выражение этой любви. Божья любовь к нам — это такая любовь, которая не пожалела ради нас ничего, но отдала все. Бог захотел дать мне хоть какой-то доступ к пониманию того, что он совершил для меня, чтобы я осознал, что представляет из себя Бог в трех ипостасях, но чтобы я мог сблизиться с ним, он выбрал своего сына, чтобы через него я пришел к нему. Итак, жертвовать его природу. Любить — это его сущность. Наше спасение — это то, чего он страстно желает и ждет. Он так этого хочет, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Прошу вас, не пропустите то, что я сейчас хочу вам сказать. Это то, что пропагандируется в самом невероятном масштабе. Но это то, что Библия никогда не говорила. Иисус никогда не имел это в виду в Евангелии от Иоанна 3,16. Он не сказал, «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, абсолютно каждый человек в мире, не погиб, но имел жизнь вечную». Это ложь, проповедуется во многих местах, но это неправда. Здесь упущена одна важная деталь. Универсализм — это ложное учение. Любовь заставила Иисуса спуститься с небес, чтобы только лишь те, послушайте, только лишь те, кто ответят на Его любовь, обрели спасение от вечного проклятия и осуждения. Когда Бог отдал Своего Сына, Он сделал это для того, чтобы те, кто уверуют в Него, могли избежать мук ада. Почему? Послушайте, спасение людей — это Его желание, это то, чего Он жаждет. Он хотел бы, чтобы все люди уверовали. Это то, чего страстно желает Бог. Кто такие спасенные? Это те, кто ответили на Его необъяснимую любовь. Это те, кто пришли к Нему с благодарностью, со смирением и приняли Его дар. Это те, кто осознали, насколько они сами по себе не заслуживают Его любви, не достойны Ее. Поэтому, когда Бог послал к нам Своего Сына, Он не позволил Ему жить во дворце Кесаря. Он позволил Ему родиться в хлеву, в кормушке для скота и работать в столярном цеху. Он позволил, чтобы Его непорочную спину высекли плетьми с наконечниками, чтобы Его осудили религиозные люди. Он послал Иисуса к людям, которые распространяли о Нем ложные слухи, словно утренняя роса покрывает землю. Он позволил Ему испытать голод и жажду, быть бездомным, испытать нищету. Он послал Его на избиение и позволил злым людям надеть на Него терновый венец. Он подставил Свою спину на бичевание до изнеможения, как и говорил Исаия. Он подставил Свою щеку тем, кто вырывали волосы у Него на голове. В итоге Бог отдал Его на крест, на котором Он в Своем безгрешном, совершенном цели понес наши с вами грехи и грехи всякого, абсолютно всякого, каждого человека. Кого именно? Кто этот абсолютно каждый? Тот, кто с радостью примет Его как Своего единственного Господа и Спасителя. Тот, кто с радостью ответит Ему взаимной любовью от всего сердца. Я пытаюсь показать отличия между ложным Евангелием, которое нынче проповедуется. Они говорят, что поскольку Иисус умер на кресте, спасение дается всякому человеку во Вселенной, независимо от Его веры, какого бы Бога тот не веровал. Совсем не важно, в Иисус он верит или нет. Послушайте слова Иисуса в Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него имел жизнь вечную». Он сказал, что заплатил цену за это прощение. Но пока человек сам не примет это прощение и не провозгласит, что принимает это прощение в свою жизнь, он остается осужденным на всю вечность. Это вечное осуждение висит над каждым из нас, словно темная туча. До тех пор, пока мы не примем прощение. Если сегодня из здесь присутствующих или из тех, кто смотрит нас через экран, есть хотя бы кто-то, кто говорит, «Да, Господь, я смиренно принимаю Твое прощение. Я знаю, оно стоило Тебе всего. Я знаю, Ты пострадал за меня». Библия говорит, что этот человек будет освобожден от всякого греха и от всякой вины навечно и будет пребывать с Богом в радости бесконечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова